Практическая психология Есть такая традиция в Греции, они, земледельцы, раньше очерчивали свое землевладелье всевозможными такими фигурками, башками, да, и эти башки были очень почитаемые, и другой человек не мог нарушить эту границу, ну, а если он ее нарушал, то он думал, что непременно понесет какое-то наказание. Про личные границы не так давно начали говорить на самом деле, да, наши родители выросли без понимания, что такое личные границы, ну, большая часть их. Воспитание было очень такое конкретное, если ты что-либо нарушил, ты понесешь наказание, да, и дети росли, в общем-то, в такой системе, и нам казалось, что это здоровое, нормальное состояние, но все больше и больше мы видим, что именно такие дети вырастают. Во взрослых превращаются в каких-нибудь созависимых, зависимых личностей, ну и так далее, да, и людей, которые пытаются найти свое счастье, но никак найти его не могут. Убедила я, наверное, наших слушателей, что границы, личные границы, это очень важная часть здоровой личности. Ключевой, наверное, навык такой, да, здоровой, зрелой личности, когда мы обращаем внимание, это уже с самого раннего возраста, начиная, когда ребенок уже начинает кивать головой, да, говорит, мотать головой, нет, да, то есть мы уже обращаем на это внимание, не пропускаем этот этап и реагируем должным образом, то есть если ребенку что-то не нравится, да, в прикосновениях, поцелуях, объятиях, особенно там, бабушек, дедушек, тетей, дядей, то есть мы на ребенка, ну, не давим, да, на него, обращаем на это внимание, понимаем, что в этот момент что-то ребенок, ну, мы и сами взрослые часто сталкиваемся с подобным поведением в отношении себя, и нам это может не нравиться, да, и это не зависит от того, ну, мало ли что там с нами в этот момент происходит, какое у нас настроение, самочувствие, состояние и прочее. Вот, что касается более старшего возраста, то уже там, ну, к году, да, мы же начинаем, уже ребенок знает там все названия своих частей тела, своих половых органов, тоже мы их не пропускаем, мы их не игнорируем, не делаем вид, что их нет, мы их называем своими именами, потому что впоследствии это будет, ну, такая некая профилактика для от сексуальных насилий, и домогательств, и, ну, каких-то травм, да, психологических, психологических травм, да. Потом мы ребенка уже знакомим перед детским садиком, мы знакомим ребенка с правилом нижних трусиков, когда к его органам, к его частям тела они имеют право прикасаться только он сам, либо родители, допустим, до трехлетнего возраста, которые его, допустим, моют, да, осуществляют какие-то гигиенические процедуры, и до трех лет мальчика моют папа, мама может, и папа точно так же, как и девочку, из трехлетнего возраста уже надо разделять, да, то есть мамам отдавать девочек, папам мальчиков, ну, либо это бабушки и дедушки еще, то есть каждый со своим полом, вот, и к пяти годам ребенок должен уже научиться, собственно говоря, осуществлять самостоятельно эти гигиенические процедуры к школе, тем более, как бы это уже такая верхняя граница считается, вот, и уже самостоятельно все это проделывать сам, вот, особенно если это ребенок из неполной семьи, там уже действительно надо обратить на это особое внимание, потому что, ну, как бы, такой важный, ценный навык и полезный навык, который его впоследствии, опять же, обезопасит от каких-то моментов. Ирина, вот смотрите, вы сейчас говорите про такие, ну, как бы, в основном телесные, да, границы, мы ведь не просто так с тела начали, дело в том, что именно ребенок, осознавая, да, свои части тела, осознавая, что приятно ему или неприятно, когда к нему прикасаются, кто прикасается, каким образом это происходит, да, там, например, даже процессы наказания, да, например, это же тоже получается, кто-то там шлепнул ребеночка вроде как по попке, или там дал подзатыльник вроде бы, как кажется, безобидная такая процедура, да, но это про нарушение, опять-таки, личных границ, да, и не просто мы с тела начинаем, дело в том, что дальше социум же он что ожидает? Социум ожидает, что ребенок – это такая личность, которая вырастет и будет соблюдать определенные правила. Но если на телесном уровне, да, вот в этом маленьком возрасте, это же самый социум в виде, там, например, родителей, воспитателей, родственников еще кого-то, да, постоянно нарушал границы ребенка, то ребенок понимает, что вы о чем вообще говорите? Я сейчас вам все покажу, расскажу и сделаю так, как вы совсем не ожидаете от меня, правильно я понимаю? Да, все верно, то есть, ну, тут про границы вообще мы понимаем, должны мы их понимать, чувствовать, да, то есть это очень четко понимать для себя, чувствовать, осознавать, принимать, но, естественно, не нарушать как свои личные, так и не вторгаться в чужие другие границы, поэтому вот такой момент, который очень интересен. Ну, в песочнице, например, да, тоже дети играют, там про границы идет, какая история, там они играют между собой, начинают игрушками, да, делиться, вот, и когда ребенок не хочет делиться, а родители хотят показаться такими грамотными, правильными, что ребенок у них правильно воспитан, они начинают говорить, ну, пожалуйста, дай, то есть тоже такой момент, на который обращают сейчас в последнее время внимание, то есть ребенок, мы слушаем ребенка, да, хочет он делиться своей игрушкой, либо не хочет, да, имеет право, полное право не делиться, вот, и, соответственно, никакого криминала тут не происходит, а вот здесь очень важно для родителей такой пунктик у себя снять в голове, вот, ну, и перед школой, когда ребенок идет в школу уже, да, следующий этап, и тут начинаются такие моменты, то есть он большую часть времени становится предоставленным самостоятельным своему времяпрепровождению, то есть особенно после школы, в тот период, когда он приходит из школы, и до возвращения родителей с работы, и вот здесь ребенку важно проговорить как раз на этом этапе дошкольного возраста, вот уже перед самой школой, либо уже когда он начал идти, уже начинает ходить, самостоятельно ходить, то есть какие-то маршруты у него, следования уже есть, вот, это опять же касается школы, кружков секций, каких-то посещений бабушек, дедушек, вот, опять же, допустим, самостоятельных посещений, тут родителю важно проговорить такие моменты, с какими он может столкнуться, да, на этих маршрутах, и опять же, тут кто-то может говорить, что это рано ребенку, да, ну, тогда вы сами решаете как-то самостоятельно этот вопрос, и либо ребенок у вас самостоятельно вообще не передвигается, вот, вы его везде сопровождаете самостоятельно, ну, и смотрите там, опять же, по своему ребенку, да. Ага, хорошо, мы сейчас обязательно проговорим эти все вещи, да, с чем ребенок может столкнуться, и что его может действительно выбить из клея, да, потому что, но прежде я, наверное, хочу еще сделать шаг такой назад, что не только через тело мы учим ребенка ощущать эти самые границы, но и в семье. Каким это образом у нас происходит? Во-первых, наверное, вот ребенок, который имеет свою собственную кроватку, это тоже уже про границы, да? Имеет собственную кровать, имеет собственную комнату, да, то есть имеет собственный стол, шкаф, то есть там он полноправный хозяин, скажем так, да, то есть он имеет право там распоряжаться, то есть приводить в порядок, либо не приводить в порядок свое помещение, но, естественно, тут оговариваются правила, то есть не совсем мы на самотек это не пускаем. В комнату к ребёнку мы начинаем стучаться, да, с того момента, как только он её приобретает в своё пользование, распоряжение. То есть таким образом мы себя обезопасим впоследствии, то есть от каких-то моментов, с которыми ребёнок не готов столкнуться в нашей взрослой жизни. То есть если мы стучимся к нему, то, значит, он и к нам в спальню. Да, точно так же начинает стучаться в спальню к родителям. Здесь важен такой, опять же, момент в семье. Я ещё тогда скажу по поводу того, как мы ходим, во что мы одеты. То есть, да, вот какие-то в нижнем белье при ребёнке мы тоже не ходим. Да, мы одеваемся у себя. То есть почему ребёнок, например, к нам стучится, потому что он может нас застать в момент как раз переодевания, чтобы избежать каких-то моментов. То есть ребёнок не заказывал участвовать в этом действии, когда родители считают нужным, должным каким-то образом, считают, может быть, вполне естественным ходить в нижнем белье. А вот точно так же и ребёнок, соответственно, к себе начинает... То есть мы с детства проговариваем, что у каждого есть домашняя одежда. Домашняя одежда, это норма, это как бы должно стать нормой. То есть в ванну, да, то есть в ванну, в туалет. Ну, мы все живём, собственно говоря, мало кто имеет два туалета, к примеру. И, соответственно, две ванных комнаты, чтобы мы как-то там меньше пересекались. И если случайно, ну, бывают, конечно, такие моменты, мы все живём, все живые люди. То есть мы можем, мы должны как-то, так скажем, попросить прощения, что да, я вот не предусмотрела все моменты. Ребёнок мог забежать, заскочить точно так же, как мы можем зайти случайно, неожиданно. В общем-то, просим прощения перед ребёнком, потому что это наша ответственность. И мы, опять же, приучаем ребёнка к нормам правильного поведения. Вот смотрите, даже такие элементарные вещи, как, например, за общим столом практически формируются так, что у каждого есть свой стул, да. Ну, то есть там, где ты больше всего любишь сидеть, да. Ты пьёшь чаще всего из своей собственной чашки. Там, да, есть ребятки, ну, дети, да, которые, например, знают, что вот это моя ложка, и я буду только из неё. Это не только стоит с точки зрения гигиены, да, и это, опять-таки, про границы. То есть, например, меня, честно, раздражает, если кто-то пьёт из моей чашки, потому что мне очень нравится моя собственная чашка, и я хочу, чтобы она была моей собственностью. Я об этом заявляю своим домочадцам, да. Дальше. Например, собственное полотенце. Да, какие-то такие вот... Если ребёнок оставил игрушки там, где он посчитал нужным, то может ли мама прийти и тут же навести порядок, а потом ещё отчитать ребёнка? Ну, мама может только сказать, сделать замечание какое-то, да, своё пожелание высказать по поводу того, что вот хотелось бы ей, наверное, чтобы порядок был, соблюдался. Чтобы она не запиналась за эти игрушки. Да, не запиналась за эти игрушки. Иначе, как бы, собственно говоря, можно тут уже какие-то санкции предъявить, да, такие. Ну, то есть, смотри, вот если, например, игрушки оставлены, книжки разбросаны, это в его комнате, да, то тогда это одна история. А если же это всё на кухне, ну, как бы на общей какой-то территории, то это уже будет совсем другая история, да? Ну, собственно говоря, да, по большому счёту мы можем там, иначе у нас будет квартира превратиться непонятно во что. То есть ребёнок должен понимать чётко, и обычно это навык такой прививаться ещё перед тем, как он уходит ко сну, да, и, как правило, мы об этом сообщаем ребёнку. Вот, а в его комнате, ну, собственно говоря, тоже должны какие-то соблюдаться требования, нормы и правила. В конце концов, квартира-то в общей сложности, это родительская квартира. Да, Ирина, скажите, пожалуйста, а ведь вот эти правила, они оговариваются? Естественно. А не так, что у папы одни правила, у бабушки другие, у дедушки там ещё что-то, да? Ну, как, да, это очень такой момент тоже, да, бывает очень часто распространённый, когда, да, кто-то позволяет, другой начинает как-то спокойно к этому относиться, кто-то наоборот категорически, то есть тут желательно заранее договориться со всеми членами семьи, чтобы не было разногласий, разночтений, то есть никаких таких вот моментов. Манипуляция, опять же, да, ребёнок учится манипулировать, он чётко понимает, с кем он может выстроить какие-то отношения, на кого он может повлиять, да, вот сейчас даже футболка вот у меня у ребёнка тут, да, если мама сказала нет, позвони бабушке, да, подарили ему тут такую, и он постоянно мне вот ходит, мам, вот ты это помнишь, да? Я помню, что если что, то я у бабушки всегда найду поддержку, да? Хорошо, вот ещё я хотела бы, чтобы наши слушатели услышали. Дело в том, что, смотрите, всему своё время, например, если вы с трёхлетнего ребёнка требуете функции самоконтроля, да, то это получается не по возрасту. Да, вы можете с трёхлетнего возраста, даже когда он уже пошёл и начал ползать, вы можете с ним отрабатывать навыки чистоты, то есть поиграл в одну игрушку, положим на место, потом возьмёшь вторую игрушку, да, но на самом деле психофизиологи говорят, что именно к шестилетнему возрасту у нас стартует функция созревания доли мозга той, которая отвечает за контроль. Поэтому вот с шестилетнего ребёнка, да, мы с вами уже можем что-то спросить, да, где-то требовать, и мы понимаем, что это ему, ну, если всё развивается по возрасту, то что это ему в норме. В норме для него это, да? Значит, что ещё? Значит, мы с вами устанавливаем правила и запреты, мы должны помнить о том, что ребёнок их соблюдает, а если не соблюдает, то тогда нужно тоже проговорить, каким образом я могу тебе помочь, чтобы тебе эти правила были доступны, и ты мог их соблюдать. Да. Да, с ребёнком разговариваем на эту тему, проговариваем, то есть и напоминаем, потому что имеет свойство как бы, да, забывать, и мы тоже люди, мы тоже взрослые, совершаем какие-то нарушения там, какие-то моменты мы себе можем позволить, то есть мы должны чётко понимать, что, ну, ошибка имеет место быть, ничего страшного в этом нет, главное, чтобы это не входило в систему какую-то, и, конечно, не ругаем, не запрещаем таким какими-то жёсткими способами. Ну, это бессмысленная история. Вот правильно ты говоришь насчёт, да, дело в том, что, смотрите, дело в том, что именно когда мы умеем отстаивать, осознаём свои границы и умеем их отстаивать, это как раз профилактика так-то конфликта. Потому что если, да, если вы не даёте людям, которые окружают вас, вот это ощущение границы, если дети не знают свои собственные границы и постоянно позволяют их нарушать, возрастает внутри любого человека вот это внутреннее напряжение, которое рано или поздно выльется в конфликт или в какую-либо агрессию, да? То есть получается, что у нас здоровые границы равняется здоровая жизнь. Просто же так мы об этом говорим, да, сегодня? Ну да, конечно. И как бы если в семье уже начинать это всё, собственно говоря, навыки эти тренировать, навыки, умения, то, соответственно, нам впоследствии это очень кажется благоприятным образом на выстраивание отношений с любым другим человеком, с любым окружающим миром, социумом, там, обществом, где бы ребёнок и взрослый человек не находился. То есть для него это уже будет в порядке вещей, и он к этому будет готов. Итак, ребёнок добрался до семилетнего возраста, он пошёл в первый класс, и там новая социальная функция у него появляется, да, ему теперь уже предъявляют какие-то требования, ему приходится вливаться в новый коллектив, там новый педагог. И вот здесь тоже про границы очень много, что мы можем, да, проговорить. Ну вот я бы хотела, наверное, остановиться, да, вот если мы вернёмся, да, непосредственно к тому, о чём я начала разговаривать, да, про границы вот похода в школу, да, то, что там, может, какие-то моменты, о которых я тоже писала, и очень много получила и сообщений личных, и в комментариях, что действительно люди сталкиваются с этим, просто об этом как-то либо забываются, либо замалчиваются, мало проговариваются, да, и по пути следования опять же в школу, да, такой не очень приятной ситуации, но ребёнок должен о них знать, должен называть их правильными словами, грамотными словами, чтобы как-то об этом сообщить, да, иметь возможность сообщить, сказать, проговорить, да, и вот такой момент, который имеет место быть, но сейчас как-то в связи с последней ситуацией, да, в нашей действительности, да, каких-то общественных мест, каких-то сильных столкновений, каких-то серьёзных, там, в общественном транспорте опять же, ну, вот не наблюдается, да, каких-то массовых мероприятий. Потому что у нас сейчас это социальная дистанция, социальная дистанция и граница, она в то же время помогает нам, да? Она имеет какого-то, да, в этом плане, плюс, да, в этом смысле, да, плюс, но тем не менее есть такие люди, как фратеристы называемые, да, которые очень часто связывают такое поведение людей, взрослых людей, которые испытывают сексуальное возбуждение, испытывают удовлетворение при прикосновении к частям... И, как правило, с этим сталкиваются дети и подростки, как самая незащищённая сторона, незащищённые люди, которые не могут дать должный отпор, да, и, собственно говоря, что здесь важно, на что обратить внимание, опять же, ребёнку донести информацию, что он ни в чём не виноват, да, в данном случае он не виноват, потому что вот недавно был такой случай, когда взрослая женщина, она с этим чувством вины живёт уже достаточно долго, и привлекает свою жизнь подобных каких-то людей всё время. Ей не попадают, как она говорит, встречаются не те, и не так она не знает, что с ними делать. И вот мы пришли однажды к такому моменту, что вот у неё была такая история... В детстве. Да, случилась, вот, и её вины в этом нет ни в коем случае, ребёнку и любому ребёнку сообщаем о том, что вины здесь нет, вина полностью на том человеке взрослом, который нарушает вот эти нормы, правила общественного поведения, закона, вот, и... Мы проговариваем, что вот если вдруг такое происходит, то ребёнок как должен себя повести? Должен очень громко, потому что фортеристы на самом деле это не агрессивные люди, это очень-таки инфантильная такая личность незрелая, которая не способна к агрессивным действиям, поэтому с ним встречаться не страшно с точки зрения того, что... Но неприятно. Но неприятно, да, и мы в этот момент громко сообщаем, громко проговариваем, например, такую фразу, если это в транспорте, в общественном, ну, в каком-то торговом центре, может быть, на каком-то мероприятии публичном, что мужчина, например, что вы делаете, потому что, как правило, это лица мужского пола, вот, что вы делаете, отойдите от меня немедленно, да, уберите руки, там, или помогите, ко мне пристаёт извращенец, то есть мы привлекаем внимание. Вот, и, как правило, фортеристы в этот момент ретируются, то есть они моментально испаряются, исчезают, то есть там выходят на остановки ближайшие, то есть они в толпе куда-то затеряются. То есть и вот что делать категорически не рекомендуется, это делать вид, что ничего не происходит. Закрывать глаза, вот, стоять, продолжать дальше, потому что это мы даём тем самым разрешение, да, на продолжение вот каких-то этих противозаконных действий. Да, нарушение, да, нарушение, да, потому что это на самом деле уже рассматривается ещё с точки зрения как сексуальное домогательство, сексуальное использование, да, когда я этого не хотел, я этого не заказывал, в этом я не готов принимать участие, вот. Ну, это что касается, если мы вот опять же, да, где-то каких-то общественных мест. Иногда, ну, ребёнок, как правило, ходит в школу, да, куда-то на кружке секции по определённому заданному маршруту. Опять же, проговариваем это с родителями, да, родители проговаривают этот маршрут, они с ним какое-то первое время ещё могут ходить. Иногда ребёнок может себе позволить там другим каким-то маршрутом в том числе пойти, и тут тоже могут случиться такие непредвиденные моменты, как, например, встреча с эксгибиционистом, да. Опять же, человек, который испытывает возбуждение от демонстрации в своих половых органах незнакомым людям, как правило, противоположного пола, и опять же, детям, да. Дети у нас сталкиваются с этим достаточно часто. И получается, что опять мы ребёнка не обвиняем, что я же тебе говорила, я тебя предупреждала, да. Не надо ходить тем темным лесом. Там ходить, вот, тем самым вы, опять же, да... Чувство вины только, да. Чувство вины, потом, опять же, неприятие каким-то, опять же, к своему телу в том числе, да, если мы будем ребёнка обвинять, ругать, наказывать. То есть мы здесь, опять же, говорим о том, что, ну, эксгибиционист, он испытывает такое удовлетворение от реакции, да, какую реакцию. Что кто-то испугался или там что-то ещё любопытство. Да, кто-то испугался, испытал какой-то страх, какой-то, как сказать, ещё такой момент страха. Растерянность. Растерянность, да. И вот он от этого приходит такой восторг. И вот здесь, опять же, важно сказать, что спокойно ведём себя. Это тоже не агрессивная личность на самом деле. То есть он ничего вам плохого не сделает. Мы просто спокойно идём дальше, продолжаем следовать дальше. Либо мы звоним по телефону родителям, если телефона не оказалось, либо его нет. То есть можно найти какую-то приятную женщину, лучше с детьми, да, и попросить помочь пройти, например, до школы там или до какого-то пункта следования. И опять же рассказать. То есть самая задача, опять же, назвать вот эти две категории людей своими именами, чтобы ребёнок знал, о чём идёт речь и как себя вести. Опять же, когда ребёнок остаётся дома один, до прихода родителей, ну, все находятся в соцсетях, да. Такое популярное сейчас у нас, популярное развлечение. Ну и, соответственно, тут нормы те же самые, да. Это то же самое, что вообще в обычной жизни мы применяем, используем. Ну, во-первых, по возможности, как можно дольше держать детский интернет, да, если есть такая возможность. Детский интернет и чётко знать, например, если страничка, да, то мы чётко должны понимать, что мы на этой страничке публикуем, да. Мы не даём никакой личной информации, телефонов. Ну, ребёнка это касается, да, каких-то телефонов, адреса там, школы какой проживает. Никакой информации мы не даём по родителям, да, вместо работы родителей, потому что вот, ну, разные моменты тоже случаются. И сейчас очень чётко работают, грамотно работают специалисты, да, каких-то группировок своих, которые вовлекают туда детей и, соответственно, потом начинают шантажировать их, да. Ребёнок пугается и боится рассказать об этом родителям, вот. Очень популярное в последнее время такое развлечение среди подростков, уже детей постарше, да, это секстинг. Так, когда дети начинают отправлять друг другу фотографии интимного содержания, СМС интимного содержания через соцсети, через личные сообщения, через какие-то, ну, электронную почту. Вот. И здесь, опять же, мы проговариваем о том, что участвуют в подобного рода переписках два человека, да, заинтересованных два человека, туда не впускаем третьих лиц, посторонних лиц. И, опять же, спрашиваем разрешение, да. Если мы захотели послать какую-то свою фотографию интимного содержания, мы должны спросить на то разрешение. Или если нас запросили, да, то есть мы интересуемся, с какой целью, потому что мы можем отправить эту фотографию и тут же её удалить, но мы никакой гарантии, нет никакой гарантии, что эту фотографию не успеют сохранить. И какова её дальнейшая судьба будет, опять же, это другой момент. То есть мы садимся и разговариваем со своими собственными детьми, что даже если ты вдруг приняла решение или принял решение сделать так, то нужно подумать о последствиях. О последствиях, да. Потому что ребёнок в этом возрасте ещё не осознаёт, да, что там произойдёт. И когда уже постарше он становится, его, допустим, начинает решаться его какая-то дальнейшая карьера, да, он начинает задумываться о своей дальнейшей карьере. Если это серьёзные какие-то профессии, например, политик, кто там ещё у нас, юрист, банкир, ещё что-то, да, вот никто не знает, где эта может история всплыть, потому что всё, что попадает в интернет, оно там всегда, уже навсегда остаётся. Плюс ко всему мы помним о том, что если мы что-то личное о себе, да, в плане, например, каких-то интимных фотографий посылаем и даём другому человеку, то у этого человека есть все шансы для того, чтобы потом в будущем шантажировать вас, да? Да, шантаж. Плюс ко всему не забываем с детьми проговорить очень важный момент. Смотрите, буллинг и травля, она как раз начинается вот именно с таких фотографий, когда я сейчас владею, как человеку другому кажется, подростку, да, я сейчас владею информацией о тебе, и если ты не сделаешь там то-то, 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 то тогда я выложу эту фотографию там, да, всем одноклассникам и так далее. Конечно же, это всё чревато последствиями, да, это мы уже с вами в практике встречались с такими историями, да, когда чуть ли не доводили детей до крайних каких-то точек, да, их же одноклассники, да, а всё потому, что девочка просто не подумала, или мальчик просто не подумал и выслал ту фотографию, которую сейчас бы он никогда бы в жизни не сделал. Да, и одни специалисты считают, что это такое проявление, ну, скажем так, исследования своей сексуальности, как раньше у нас вот в детстве была игра в бутылочку, но последствия вот этих таких вот шагов на сегодняшний момент, они бывают достаточно печальны, там, вплоть до суицидов, вот тех же шантажа, которые, да, ребёнка запугивают, и в том числе к этому бывают причастны порой даже сами родители, которые публикуют на своих страничках соцсетей своих детей, там, допустим, в каком-то нижнем белье, там, в трусиках каких-то ещё прочее, вот, и тут начинают опять, вот, если мы попадаем на каких-то вот профессионалов, да, в кавычках которых так, начинают тоже вот шантажировать, они как будто бы, ну, втираются к ребёнку очень быстро в доверие, они достаточно профессионально действуют, психологи хорошие, вот, и особенно в подростковом возрасте, когда ребёнок чувствует себя зачастую порой одиноким, каким-то непонятым, непринятым, тут его хорошо принимают, понимают, вот, и начинаются вот эти просьбы, да, и когда мы посылаем фотографию интимного содержания, следом, как правило, следует фотография в полный рост, да, чтобы было лицо чётко видно, да, то есть если есть какие-то опознавательные знаки, там, допустим, коса большая, там, какие-то родимые пятна, чтобы вот этих моментов избежать, опять же, мы должны хорошо подумать, и желательно сразу вот с этими моментами приходить к родителям, и чтобы избежать подобного рода моментов, потому что, как правило, бывают жёсткий шантаж, да, сообщения в школу, сообщения родителям на работу, там, друзьям, прочим-прочим, да, и ребёнку даже вплоть до того, что если ты не сделаешь что-то, то твои родители, там, допустим... Узнают об этом? Узнают об этом, либо вплоть до угроз, там, что жизни, да, родителю ребёнок начинает пугаться и переживать и волноваться по этому поводу, и идёт, делает всё, что от него просят, а, как правило, шантаж только набирает обороты, да, имеет свойство такое, набирает всё активнее и эффективнее, да, происходит серьёзнее и жёстче, уже встречаются методы и требования шантажистов, ну, например, вот в Австралии, в Америке и прочих, там, в ряде стран других, это расценивается... Вот рассылка даже вот этих фотографий интимного содержания, даже друг к другу, это расценивается как уголовное преступление и называется детская порнография. Вот, и человек, который, допустим, отсылацию фотографию может привлечься к уголовной ответственности за сексуальное использование. Вот все эти вещи, конечно, надо с подростками проговаривать, да, в обязательном порядке, потому что некоторые родители боятся об этом говорить, в итоге всё совершается по невидению, ребёнок не знал. Ребёнок не знал, не догадывался, да, не просчитал, и родители, боясь того, что вот как-то, как к ребёнку подойти, с чего начать, ну, собственно говоря, вы таким образом о безопасности своего ребёнка заботитесь, и это ваша первоочередная, одна из первоочередных задач, поэтому... Отлично. Сегодня такая у нас серьёзная тема получилась, да. Давайте ещё всё-таки вернёмся. Всё, что происходит, да, границы всё-таки растут из семьи. Если, например, в семье родители не соблюдают личных границ, скандалят, оскорбляют друг друга, да, то у ребёнка нету возможности простроить эти здоровые границы, нету возможности довериться таким родителям, да. Следовательно, мы с вами понимаем, что даже когда мы просто в семье, где мы уважаем, слышим, понимаем, где мы понимаем, что если есть какая-то задача, мы её берём и решаем, да, и делаем это, ну, да, ужас-ужас, но не ужас же ужас, да. То есть в спокойном режиме мы понимаем и даём, транслируем своим детям, что всё решаемо, всё в этой жизни возможно, в хорошем смысле слова, да, как бы если ты вовремя мне рассказал, если ты мне вовремя показал, если мы с тобой обсудили это, то тогда есть шанс, что и семья, и социум такую личность с удовольствием примут, да, и позволит это лично себе вырасти действительно в достойную, которая уважает и свои границы, и чужие. Никогда не поздно начать, правда? Согласна, абсолютно согласна. Даже если что-то кажется, что, ой, в прошлом столько дров наломали, да, но если мы сейчас это осознаём, понимаем, то... И даём себе право на ошибку на это, да, и понимаем, что мы можем это изменить, исправить, и если у нас это есть внутреннее желание действительно у самого человека, то всё возможно. Всё возможно. Вот именно на такой ноте мы сегодня завершаем нашу программу «Практическая психология». Желаем вам здоровых личностных границ, поменьше нарушайте чужие границы, ну и получайте от жизни в хорошем смысле слова удовольствие. Спасибо, Ирина. Сегодня мы говорили с психологом-сексологом Ириной Макиной о личных границах ребёнка и о том, с чем же может столкнуться ребёнок в начальной школе. Спасибо, удачи, любви.